Если говорить о самых светлых моментах из детства, что первое приходит на ум? Грибочки поискать. А то я все время в работе. В работе времени, знаете, даже не было. Насколько тяжело было решиться на первого и на третьего ребенка? Ну, похудею. Ну, господи, тут же клубы. А вам частенько намекают на то, что поработать пенсию? Нет, ни разу. Нет, нет, нет. Меня наоборот спрашивают, Маш, ну что, тебе 30-е исполнилось уже? У артистов балета, как они погружаются в этот материал, настолько ли серьезно происходит это погружение? Есть такие солисты, которые танцуют братья Карамазовы и никогда не читали эту книгу, потому что она очень толстая. Звучит страшно. Да, да, очень страшно. Известно, что танец — это не только техника, потому как лучшие партии танцуются душой. А наши сегодняшние гости говорят как о ярчайшей балерине современности. Она — лауреат международных конкурсов и престижнейших наград. Золотая маска и золотой софит, многодетная мама и обладательница одного из самых красивых балетных инстаграм-аккаунтов. Напротив меня заслуженная артистка России — муза Бориса Эйфмана, прима Мария Абашова. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Большое спасибо за эту встречу. Мне очень приятно, что вы в своем максимально плотном графике находите вот эти полчаса на то, чтобы расслабиться и поговорить с нами один на один. С удовольствием, да. Вообще хочу отметить, что 2020 год, он, наверное, в жизни каждого из нас привнес свои коррективы. У кого-то они более заметные, у кого-то менее. Хватает негативных моментов, но, конечно, есть и позитивная сторона. Вот что качественно изменилось в жизни вашей семьи, в вашей жизни за вот этот непростой период самоизоляции? Ну, как мы знаем, да, по статистике стало больше разводов. И, слава богу, то есть моя семья к этому не относится. Потому что для меня отдых, он всегда ассоциировался с семьей. Наверное, это с детства было заложено мамой с папой. То есть любой отпуск, там, каникулы школьные — это всегда время провождения с семьей. Поэтому это было здорово. То есть вот я вспоминаю это время карантина, когда ты мог не работать, и у тебя даже не было чувства стыда. Потому что ты делал это вместе со всеми за компанию, осознанно. И плюс ты видел своих детей. Я столько не гуляла никогда. Простите меня все, кто сидели дома. Потому что мне повезло. У нас огороженная площадка рядом с домом. И мы с детьми просто по два часа утром и вечером. Дети были безумно счастливы, что мама дома. То есть я понимала, что я как часть уже детей. Они воспринимают меня как рука или нога. Но это было здорово. Сегодня какая-то есть традиция детей с мальства отдавать в развивашки, во всевозможные кружки, нанимать преподавателей, обучать уже с трех лет иностранным языкам. Ваше отношение к образованию детей. Стоит ли их лишать вот этого беззаботного детства, которое было у нас с вами во всяком случае, или стоит действительно в ногу со временем действовать и принимать именно вот такие решения? Вы знаете, ну я против, конечно. И всегда говорю родителям, которые спрашивают, вот уже кружок там открылся для балерин, с двух лет готовят. Я говорю, ну пожалуйста, не надо. Потому что если мы рассматриваем в частности балет, то есть это профессия. И профессия, она длится намного дольше, чем просто увлечение спортивное. Поэтому ты просто устанешь к 13-12 годам. Уже никто ничего не хочет. Я своих детей даже в садик не надаю рано. То есть у меня первый ребенок пошел в пять лет в садик. То есть я смотрю, конечно, по ним. Если им что-то нравится, им нравилось играть в мяч, они пошли заниматься футболом. Старший еще ходит на баскетбол. Ну достаточно этого. Хотя, вы знаете, когда вы сказали про детство, я буквально на днях задумалась о том, что я думала, что у меня не было детства. А сейчас, как раз глядя вот на эти развивашки бесконечные увлечения, там надо такое ощущение, что родители, они пытаются как-то похвастаться, может быть, друг перед другом. У меня ребенок ходит в пять каких-то подготовишек, а у меня в семь. И я подумала, что детство-то у меня было. Да, оно было спортивным, да, оно было занятым, но все равно было общение в кругу гимнасток. И слава богу, что оно было таким. Потому что не факт, что, не знаю, играя я на улице, что-нибудь вышло бы. Потому что я вижу по детям, если им даешь свободу, то в принципе дети же ничего не хотят. Но они хотят играться, они хотят смотреть мультики, они хотят получать подарки. Ну и чтобы мама и папа любили друг друга и их. Если говорить о самых светлых моментах из детства, что первое приходит на ум? Когда папа еще был жив, я просто вспоминаю, как мы сидим на диване. Вот недавно попались в фотографии, как мы ездили на рыбалку с семьей. Все время в Петербурге есть такое время, оно обычно начинается в мае, когда становится тепло. Можно выйти на террасу, на балкон, вздохнуть. И вот этот воздух, он почему-то пахнет именно детством. Вот этими воспоминаниями, когда мы ездили на природу, за грибами, на рыбалку. То есть я не знаю, то ли я уже пришла к такому возрасту, когда ты начинаешь испытывать ностальгию. Но вот в этом году особенно хотелось поехать, вот вспомнить эти моменты, там, грибочки поискать. А то я все время в работе, в работе времени, знаете, больше не было. А самый ценный опыт из детства, который и по сей день для вас действительно важен, и который вам бы хотелось передать своим детям, что это? Я думаю, что, наверное, это опыт, который был связан и с гимнастикой, и с балетом, который мне внушила мама, что для того, чтобы добиться чего-то, ты должен быть лучше всех. Чтобы не возникло сомнений. Чтобы не возникло сомнений. И когда-то мама мне сказала одну вещь, ну, то есть когда она наказывала меня за что-то или ругала, она всегда объясняла, там, или были какие-то споры, там, у меня со сверстниками. Она говорила, ты в первую очередь должна искать ошибку в себе. То есть это ты допустила. То есть не может быть, что виноват кто-то. Возможно, ну, с его слов виновата ты. И вот это вот самокопание, наверное, в чем-то оно меня выручает, и в чем-то... Может быть, иногда чересчур. Может быть, иногда правда не я виновата. Но вот я тоже стараюсь все-таки детям как-то заставить их задумываться над ситуацией. Что все-таки не... Может быть, правда ты. И это неплохо. Потому что люди ошибаются. И главное просто признать свою ошибку. Я сразу им говорю, что я не буду тебя ругать. Признавать свои ошибки, я считаю, это талант. Ну, какое-то умение, может быть. Мария, меня вообще, честно вам скажу, восхищает, как и многих людей, тот факт, что вы оставляете за собой звание примы, будучи трижды мамой. То есть многодетной мамой. И вопрос такой, а насколько тяжело было решиться на первого и на третьего ребенка? На первого было легче. Потому что, как говорят в нашем театре, год за два. То есть ты очень устаешь. И вот, наверное, я пришла к такому моменту, когда я забеременела первый раз и понимала, что иначе быть не может. У меня даже не было сомнений карьера или... То есть я знала, на что я иду. А третий раз уже был вот этот страх. А если я не вернусь? Ну, на самом деле, если честно, у меня был страх. А если третий мальчик? Как же, как же? Наверное, все будут смеяться. Еще эта гормональная перестройка, видимо, когда у тебя мысли такие очень-очень странные, когда ты чуть-чуть беременный. А что для вас важно в материнстве и в родительстве вообще в целом? Любовь. Очень важно, чтобы дети чувствовали любовь. И чтобы родители не ругались. Потому что я вспоминаю, вот какие-то, может быть, были ссоры у моих родителей. И в детстве это воспринимается концом света. Я вот для... Не знаю, может быть, это у каждого ребенка по-разному, но для меня это табу. Я понимаю, что перед своими детьми ни в коем случае никакой размолвки они не должны видеть. Потому что ты никогда не понимаешь, как на них это повлияет. Ну, стоит отметить, что вы в профессии уже более 20 лет, да? Звучит страшно. Да, да, очень страшно. Более 20 лет. Вы преданы сцене. И обожаете, конечно же, свой театр Бориса Эйфмана. Мне интересно, как за эти десятилетия... Слушайте, звучит, правда, серьезно. Менялось отношение к профессии и к себе в профессии. Ну, когда ты начинаешь, нету никаких страхов, есть какие-то цели. Ты готов и днем, и ночью отдаваться профессии. Дальше, конечно, становится немножко сложнее. Даже мы не говорим о детях. То есть я вижу, когда приходят молоденькие балерины и понимаю, что, ну, вот сейчас начнется любовь, как говорят. Потому что все же в школе, в основном, это все очень строго. А потом начинается свободная жизнь, и многие не выдерживают. То есть очень многие уходят, правда, либо рожать, либо замуж, либо еще что-то. То есть вот эта вот свобода. И потом испытания детьми. То есть сейчас я могу сказать, что я ценю свою профессию намного больше. И каждое время, понимаешь, что время, вернее, очень быстро течет. И если вначале говорили, ой, ты глазом не успеешь моргнуть, и вот пенсия. Я думаю, боже, да тут еле-еле до отпуска ты доживаешь эти, не знаю, 11 месяцев тянутся. А сейчас, когда я повредила колено, и мне сказали, срок восстановления здесь, в России, 12 месяцев. Я понимаю, я говорю, вы что, у меня нет столько времени. Мне там танцевать осталось, я не знаю, несколько лет. То есть начинаешь очень, очень ценить. И нет такого отношения, знаете, как в молодости. Ну, похудею, ну, господи, ну тут же клубы, тут куда-то сходить. Нет, 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 с возрастом ты прям цепляешься за все, и ты понимаешь, что время слишком быстротично. И карьера у нас тоже профессия, то есть настолько она ограничивает внешними данными, твоим внешним видом, твое время пребывания на сцене. То есть кому-то меньше повезло, то-то уходит еще раньше. То есть даже до пенсии, не до работав, потому что говорят, ну все, ну некрасиво ты смотришься. А ты можешь там танцевать да блистать как угодно. Поэтому очень так. А вам частенько намекают на то, что поработали пенсию? Нет, ни разу. Нет, нет, нет. Меня наоборот спрашивают, Маш, ну что, тебе 30-е исполнилось уже? Говорю, ну, близко. А сцена всегда воспринималась вами как нечто особенное? Или были моменты, когда она воспринималась реально как рабочее пространство? Никогда не воспринимала, наверное, как рабочее пространство. То есть для меня это какое-то такое наркотическое состояние, без которого ты не можешь. Потому что когда я пробовала бросать балет, я как-то попыталась, пришла на наш спектакль и посмотрела из-за кулис. И настолько у меня было, из зала вернее, я смотрела, когда зашла за кулисы, я поняла, что неправильно. Я абсолютно не на своем месте. То есть я не могу сидеть в зале и смотреть на это, потому что я должна быть на сцене. Потому что я знаю, что я могу. Ну вот это должна идёт от любви? От любви. От страсти, я бы даже сказала. Тут даже нет любви, здесь есть какая-то зависимость. Надо отметить, что Борис Эйфман, его частенько так величают, да, это хореограф-философ. И он, конечно, в своих постановках затрагивает постоянно духовную тематику, постоянно вопросы философские по отношению к человечеству. И общаясь в рамках нашей программы со звёздами мировой оперной сцены, да, и с актёрами, я замечаю, что их истории сводятся к тому, что работая над таким серьёзным многослойным материалом, всё равно происходят какие-то внутренние преображения. Частенько они обращаются к вере, частенько они общаются с духовниками, да, получают благословение на ту или иную партию, роль. Мне интересно, как это у артистов балета, как они погружаются в этот материал, настолько ли серьёзно происходит это погружение? И как вы, в частности, работаете? Вы знаете, многие артисты не погружаются, потому что поскольку нам для того, чтобы исполнить какой-то танец, даже не надо читать либретто, скажем так, Многие артисты танцуют даже, да, не знаю, то есть у нас есть такие солисты, которые танцуют братья Карамазовы и никогда не читали эту книгу, потому что она очень толстая. Вот, поэтому я не могу сказать, что я как-то серьёзно погружаюсь, чтобы понять, безусловно, я читаю всегда источники литературные, я пытаюсь найти все биографичные фильмы, если это о ком-то, о какой-то личности идёт спектакль. Но нам настолько просто, потому что Борис Яковлевич очень интересный, духовно развитый, образованный человек, и когда он ставит балет, он настолько доходчиво объясняет, что он хочет видеть. Здесь же тоже у меня может быть какое угодно видение, но если оно не совпадает с видением хореографа, это не имеет значения. Поэтому намного легче войти сначала в сюжет, а потом уже прочитать книгу. Знаете, как бывает, да, разочарование, когда ты читаешь книгу, а потом смотришь фильм. Поэтому здесь мы немножко марионетки, то есть мы не имеем права голоса на ту или иную какую-то задумку балетмейстер. Я не так давно посмотрела ваше интервью с Николаем Таскоридзе, оно мне очень понравилось. Вообще, мне кажется, нет ни одного интервью с Таскоридзе, которое может не понравиться. И он очень здорово раскрыл тему таланта. Он сказал, что человека талантливого из толпы всегда видно каким-то полусвечением буквально, и что жизнь все равно волной выбрасывает этого талантливого человека, видного человека, как он называет, на определенные высоты. В вашем понимании, что такое талант? И кто или что стоит за этим полусвечением? Хороший вопрос. Допустим, среди балетных детей я могу сразу увидеть тоже талант. Он не обязательно должен лучше всех танцевать, но он может ребенок так повернуть голову, что это правда очень видно. Но для меня настоящий талант – это когда человек находит свое призвание в жизни. И я помню еще с юности, думаю, почему не придумали таких школ определять? Кто-то может рисовать, а кто-то… То есть родители ведут своих детей в кружки, куда им хочется везти. А может быть, этот ребенок не хоккеист, может быть, он певец, и в нем умирает его талант. Поэтому для меня, конечно, я преклоняюсь перед людьми, которые находятся на своем месте. Не важно, это архитектор, это художник, это балерина, ну, кто угодно. То есть когда талант находит свой путь, для меня это вызывает какое-то безумное восхищение. Но что это? И я смотрела, вот как Николай Цискоридзе говорит, что талант не передается, да, там, никаким путем. Да, да, да. Что талант, он или есть, или нет. Я не знаю, для меня все равно это очень субъективное мнение. Потому что бывает очень часто, когда кто-то говорит, что он талантлив, а абсолютно такое же количество людей говорит, что ничего в нем нет. Поэтому талант – это очень субъективное мнение. И всегда мы преклоняемся перед теми людьми, которые, к сожалению, уже умерли, да. Ну, а таких уже, так говорят, не талантливые, а великие. Великие, да, великий талант, да. А почему-то, мне кажется, человек так устроен. То есть людей-современников мы как-то любим не замечать. Потому что другие талантливые люди считают себя намного более талантливыми. Как это не прискорбно. Я просто задумалась, потому что не все талантливые люди счастливы. Да, чаще всего мы видим, что талант иногда как будто бы в наказание дается, да. То есть очень много талантливых людей, они не выдерживают какой-то славы, да, которая присуща таланту. Поэтому очень сложно сказать, награда это или наоборот. Испытание. Да, тяжелое испытание. Но в любом случае, когда ты талантлив и тебя признают, конечно, испытание славы, оно очень тяжелое. А вас касается это испытание? Ну, если сравнивать там таланты и таланты, наверное, даже какая-то звездная болезнь, она захлестывает всех понемножку. Она ведь тоже для чего-то дана, да? Она в основном присуща юности, конечно, да. Когда тебе кажется, что тебя выделили из толпы, или тебя выделили из толпы, и ты немножко превозносишь себя. Но потом тебя очень сильно опускает жизнь, как-то вот дает понять, что не надо этого делать. Поэтому... Гордыню. Да, гордыню надо абсолютно усмирять. Я помню, как три года назад я выехала на съемки сюжета, который был посвящен благотворительному аукциону организации «Перспектива». Прекрасно помню, даже какую сумму тогда удалось собрать, меня это восхитило. И я прекрасно помню лоты, которые там выставлялись. И одним из самых дорогих был Паш. Это были пуанты с автографом и колье. Когда к вам обращаются с подобной просьбой пожертвовать что-то в пользу доброго дела. Как и чем мотивируется выбор того или иного лота, того или иного пожертвования? Как вы это делаете? То, что точно... Например, если мы говорим об аукционе. То, что точно продастся и принесет деньги. Или то, что настолько ценно и жалко отдавать буквально? Скорее, то, что принесет деньги. Угу. Я вообще, мне кажется, сталкиваюсь с тем, что мне мало что жалко отдавать. Если это не фотографии, да и не что-то такое памятное, что связано с моей семьей, с какой-то историей. Я очень рада, когда ко мне обращаются и когда я могу помочь. Честно могу сказать, меня не раздражает, наверное, напрягает, когда начинают люди в Инстаграме писать. Помогите, помогите. И вот приходит там, допустим, 50 сообщений за день. Потому что я столкнулась как-то с таким случаем, когда знакомая девушка написала в Инстаграме о том, что у меня мама попала под машину. Сейчас вот я завтра всем верну деньги. И очень многие перевели. Я просто не успела перевести, когда она написала, извините, я просто гуляла с ребенком или укладывала его спать. То есть это просто мошенники. А я понимаю, что я тоже повелась, я уже взяла карточку, уже сходила. То есть меня остановило то, что она написала привет. Потому что эта девушка всегда общалась со мной на «вы». И я думаю, спрошу все-таки у мужа, посоветуюсь, как он считает. И потом вот за эти минуты пришло как раз ее сообщение. Поэтому если это люди проверены, если я знаю, кому, я всегда очень открыто отношусь и стараюсь всегда помочь. То есть у меня есть люди близкие, которым я на постоянной основе просто помогаю. Но тоже не люблю, когда это выставляется немножко так. То есть я, я, я помогаю. То есть это как кричать о том, что я набожный. Что вас мотивирует принимать участие? Верите ли вы, что конкретно ваш вклад действительно может помочь? Скорее я верю в то, что если многие откликнутся так, как я, тогда что-то может из этого получиться. Но сама я очень тяжело, конечно, переживаю, когда я начинаю листать. Я вижу деток. А когда у тебя дети, то есть это вообще очень тяжело. То есть я сразу начинаю плакать. То есть это бывает со мной. Начинаю переводить все деньги, там, зарплата пришла здорово. Я все переведу. То есть это тяжело. И, конечно, вот это сочувствие, оно, видимо, в это выливается. А как вы думаете, нам всем присуща такая способность чувствовать чужую боль? Или это приходит кому-то с годами, с ситуацией? Ну, глядя на других людей, я понимаю, что не всем, но многим. То есть у многих это трогает. В основном, наверное, действительно, это более склонны женщины, у которых есть дети. То есть мужчины, наверное, смотрят на всю эту ситуацию немножко по-другому. Потому что они понимают, как работают фонды, что им тоже нужна зарплата, что там это то, что ты перечислишь, не все деньги пойдут вот именно вот этому ребенку, которому ты хочешь. Поэтому нет. А ваш муж вас поддерживает? Да, безусловно. То есть всегда. А детям вы стараетесь прививать? Наверное, пока нет. Я просто даже не знаю, как это донести. Но они знают, что надо помогать, они абсолютно знают, что надо делиться, что вещи мы отдаем деткам другим, что когда много игрушек, что тебе не жалко, мы все отдадим. То есть они это знают, но я, наверное, не объясняю это, может быть, как-то по-правильному. Но они просто понимают, что так надо. Когда-то вы сказали, что у вас на любой случай есть план «Б». Да. Каким будет этот план «Б» через… Я, наверное, забыла, куда я записала этот план «Б», потому что сейчас… Возможно, он изменился даже. Может, и хорошо, что забыли. Вы знаете, когда есть дети, я понимаю, что всегда есть чем заняться. А план «Б» я знаю точно, что я смогу преподавать. Я вижу, я могу улучшать, то есть подсказывать. Но, надеюсь, не ограничиться. Мой план «Б» только в педагогической деятельности. Я надеюсь, что еще что-то будет интересное. Завершающий вопрос нашей программы всегда для всех гостей звучит одинаково. Если бы можно было выбрать что-то одно, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Я благодарна Богу за моих родителей, потому что я понимаю, что без них ничего бы не было. Не было бы такой меня, не было бы этой жизни. Поэтому за родителей. Тогда один вопрос будет по скрипту. В одном из интервью вы сказали, что если бы у меня была способность определенная, я бы хотела уметь менять время, то есть поворачивать его вспять. Приблизительно я знаю ответ на этот вопрос. На что бы вы хотели изменить в своей жизни? Ну, изменить я это не могу, но я хотела бы обнять папу. Просто папе было 50 лет, только родила, и он не приехал, когда я родила. То есть мама приехала, а папа нет. И я так обиделась, я говорю, мам, а где папа? Она говорит, у него много работы. Я говорю, как такое возможно? Ну, это его первый внук. А потом уже так. То есть еще даже не сразу не поняли этот диагноз. И когда мы увидели диагноз БАЗ, когда ты читаешь о том, что заболевает один человек на 10 тысяч, и это вот твой папа в расцвете сил, когда мы думали, что у нас будет так все здорово. Очень тяжело. И я просто очень плохо помню это время, когда папа вот уже совсем, то есть очень быстро все произошло. Правда, я жалею, что я просто не держала его за руку, не обнимала. То есть все время, когда тяжело, ты находишь себя чем занять. У тебя работа, у тебя ребенок, еще что-то. А на самом деле вот надо было просто сидеть и за руку его держать. А вот детки больные, да, тоже когда ты читаешь и думаешь о том, что иногда тебе воздастся, да, но может быть не тебе, а твоим детям. Это тоже становится страшно, потому что когда я вижу, люди не отвечают за свои слова. То есть они могут оскорбить, обидеть там, ну, наговорить, оговорить другого человека. Это же тоже, в принципе, ну, если мы разбираем заповеди, то есть все грешат, мы грешим. То есть мы немножко забыли, мы отошли. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту встречу, Мария. Удивительная женщина, просто восхитительная. Я понимаю всех людей, которые вас обожают. Я понимаю людей, которые с интересом следят за вашей страничкой в Инстаграме, потому что сочетание гармонии, красоты, стиля, чувства такта, культуры, внутренней – это такая редкость сегодня. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы живой пример вот этого чудесного сочетания. Спасибо. Благодарю вас.